Эта техника называется ткачество на берда. Чтобы получился узор, необходимо выбрать нужную нитку. Берда, принцип работы, поднимается, опускается. Поднимается, получается, зев, куда мы продеваем нить утка. Опускаем, опять же, получается зев, и вот таким образом получается такое тканое полотно. Наталья Савачаева в работе над конкурсным заданием. Как и другие участники выставки-ярмарки традиционных ремесел «Рождественские узоры по вложи». Например, Гульнара Насырова вышивают вещи ручной работы в татарских культурных традициях. Хочу быстрее успеть, калфак и изюй сделать. Это тот случай, когда важна не победа. Выставка собрала тех, кто не представляет себя без творчества. Поддержка декоративно-прикладных ремесел, художественных ремесел и промыслов – это задача государственного масштаба. Для нас важно, во-первых, выявить и популяризировать традиционные ремесла и промыслы Самарской области, как некую составляющую нашей идентификации. Другая задача проекта – поддержать тех, кто сделал творчество своей профессией, а также организовать обмен опытом с мастерами из других регионов. Именно привнесенными традициями всегда славился наш переселенческий край. Конек гостей из Кирова – каповый промысел. Капы – наросты на деревьях, в разрезе напоминают мрамор. Древесина каповая, она очень редко встречается в природе. Поэтому приходится ездить очень долго, собирать его, пилить пилой, выносить вручную. Ну, такая очень трудная заготовка получалась. Традиции исконной культуры живы тогда, когда их знают и любят дети. Например, как Ульяна. Ей, конечно, это очень нравится. Если я беру костюм из дома еще и не беру ей его, то она очень размущается, что ей тоже надо костюм. В этом году выставка собрала более 200 мастеров из семи регионов России. Она проводится в Самаре уже в одиннадцатый раз и с каждым годом масштабнее и насыщеннее. Яна Кукабака, Сергей Александров, Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии.